В российской столице Союз Православных Женщин провел конференцию по вопросам духовно-нравственных основ российской цивилизации и их значения для семьи и образования. Обсуждение этих злободневных тем провели в ходе 17-го Всемирного Русского Народного Собора. Эльвира Гордеева о работе Международного Женского Форума. Нина Жукова, сопредседатель Союза Православных Женщин и Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора, начала работу с обсуждения самой главной темы, как помочь нашему российскому образованию вырастить высокодуховных, нравственных людей на основе традиционных, веками сложившихся на Руси семейных ценностей. Также она отметила, что настали времена, когда русской женщине уготована новая благородная роль в истории современной России. Митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий в своем выступлении поделился накопленным опытом плодотворной совместной работы с образовательными учреждениями Уральского региона, будучи на посту правящего архиерея Екатеринбургской епархии. У нас была целая система взаимоотношения светской власти с школой, с церковью, с епархией. Были заключены специальные наши договора и соглашения, где были прописаны все те программы, которые мы должны делать в течение всего года. Директор Русского духовного театра «Глаз» Татьяна Белевич пришла на форум с многолетней наболевшей проблемой. У театра, располагавшимся в центре Москвы на Малой Ордынке, фактически отобрали помещение. Мы выехали оттуда пять лет назад. Как нам обещали, попросили нас в правительство выехать с тем, чтобы быстренько построить. Думали, что даже за год, но за два построят. В результате пять лет мы уже скитаемся. Театр сохранить в условиях вот такого бездомия очень тяжело. Это же не кино. Пленочку положил и поехал. Иеродьякон Иоанн Захаров, директор Духовно-просветительского центра «Наследие Селигера» при Ниле в Столбинской пустыне, предложил в календарь государственных праздников России ввести еще одну дату – День защиты рождения человека, который мог бы отмечаться в день рождения преподобного Сергия Радонежского. Всем известно, что есть День защиты детей рожденных. Но нам думается, что необходимо все усилия направить на защиту тех зачатых жизней, которые, к сожалению, погибают, так и не придя в этот мир. Член общественной палаты Российской Федерации Марина Канабих пришла на форум обозначить проблему людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отсутствие в стране закона о социальной реабилитации и социализации сегодня лишает их шанса вернуться к нормальной жизни. Человек, который отбыл заключение, он может себя не найти в реальной жизни. У него нету, не может не быть квартиры, работы, семья потеряна. И, естественно, он может совершать следующее преступление. И для того, чтобы мы с вами обезопасили себя об этом, мы должны решить вопрос с этими людьми. Решить вопросы с квотированием, заработной платы, чтобы у человека была профессия. Это все очень важно, чтобы человек был здоров. Инициативная группа из Сухома предложила организовать представительство Союза православных женщин в Абхазии. Сейчас мы готовим учредительные документы и проходим все организационные процедуры. И сейчас находимся в Москве для того, чтобы ближе познакомиться с вашими православными женщинами. Профессоры и педагоги ведущих вузов страны, видны общественные деятели, журналисты, юристы, психологи, богословы. На соборной конференции Союза православных женщин представили около 30 докладов. Посвященных современным образовательным реформам, традициям семейного воспитания, методам противодействия сектам в системе образования, и, конечно же, воспитанию подрастающего поколения в духе традиционных ценностей.